Всем привет! Хочу признаться, путь на вершину не всегда прост, но вид с вершины всегда самый лучший. Мы сейчас находимся в парке Витков возле большущей статуи Яна Жижки. Это центр моего района в Праге, где я живу. Кстати, вон как раз та вышка Жижковская, возле которой именно я живу. Сюда пешком за 10 минут дошел. Да, на вершину чуть-чуть дольше мне заняло подъем, но все же это того стоит. Здесь реально вся Прага как на ладони. Всем рекомендую. Вы знаете, когда не нужно каждый день ездить на работу, то на Прагу начинаешь смотреть совершенно по-другому. У нас уже просто был опыт переезда в Прагу 2 года назад. Ну, понимаете, каждый день ездишь на работу. Чтобы оплатить дорогую квартиру, нужно было даже ходить по субботам на работу. Факт, подтверждаю это. Прага далеко не дешевый город. И потом, когда проходит месяц, два, ты понимаешь, что ты постоянно работаешь. Тогда смысл. То есть, по сути, ты видишь Прагу только на станциях метро и подходя к своему дому. Ну и работа, соответственно. То есть, по сути, у тебя нет ощущения такого, что ты живешь в столице. Да, возможно, тратишь времени больше на трансфер от жилья до работы. Но самого ощущения Праги не было. Сейчас же немножко все по-другому. Сейчас я сам распоряжаюсь своим графиком. У меня есть определенные планы. Я люблю свою работу. И поэтому у меня, скажем так, есть свободное время, чтобы изучить Прагу более детально. Погулять по всем паркам, в которых я ранее вообще никогда не был. Смотрите, вот сейчас я вам повторюсь. Я нахожусь в прекрасном парке Витков. Отсюда реально вот целая Прага-3 видно. И отсюда видно полностью весь старый город. Пражский град, мост. То есть, и в ту сторону, за деревьями, тоже, если чуть выше станете, все видно, почти вся Прага как на ладони. И это реально круто. А вот и третья сторона. Вся Прага реально на ладони. Я нахожусь сейчас в географическом центре Праги. Реально захватывает дух. Реально парк бомба. Много зелени. Птички поют. Чисто. Блин, романтика. Смотрите, мы в Прагу переехали 1 октября. Эти три дня мы полностью перевозили свои вещи с Либерца. Поэтому я эти три дня полностью был занят. И вот, наконец-то, сегодня, 4 октября, у меня появилось время записать видео и рассказать, что, где, как и почему. Кто смотрит мои видео, тот знает. Для тех, кто только попал на мой канал, расскажу. Мы 5 лет жили в Либерце. Для меня до сих пор это место является идеальным для жизни. Хотя переезд в Прагу был более расчетный, чем желаемый. Но увидим. Так как я начинаю познавать немножко другие уголки Праги, заглядывать немножко все с другой стороны, видеть под другим углом все. Поэтому, возможно, я поменяю свое мнение. И в скором времени скажу, Прага идеальный город для жизни. Поживем, увидим. Итак, переезд был просто необходимым расчетом, потому что моя супруга занимается фотографией, мейкапом. Если вас интересуют ее работы, я в описании под видео оставлю ссылочку на ее инстаграм, где вы сможете посмотреть работы, записаться туда-сюда. Рекомендую. У нее даже мисс Чехии 2019-2020 фотографируется. Так что это говорит о многом. Лично я занимаюсь рекрутингом для чешских работодателей. Ищу для них работников. Трудоустройство напрямую. Посмотрев мои предыдущие видео, вы полностью можете ознакомиться с вакансиями, со схемами, как идет трудоустройство напрямую, минуя посредников и агентства. В общем, это к изучению. И ранее я уже занимался, и после переезда в Прагу я хочу продолжить свою деятельность в плане финансового советника при получении ипотеки, инвестиционные программы, страхование жизни, не медицинское. Не путайте с медицинским. Страхование жизни – это немножко другая тема. И так далее. Мне просто эта сфера нравится, и я вижу в этом будущее. Но в настоящее время львиная доля моего времени уделена именно трудоустройству. Непосредственно в настоящее время я являюсь проект-маркетинг-менеджер компании Top People, которая и производит трудоустройство украинцев и белорусов в Чешскую республику. Поэтому ссылки, которые вы найдете, тоже под этим видео. Это четкая ссылка на актуальные вакансии, которые у нас есть. Внимательно изучайте, принимайте решения. Рады будем вам помочь. Нам сейчас в ближайшее время предстоит некоторая бюрократия в плане переоформления всех документов. Потому что на нас числится индивидуальное предпринимательство, на нас числятся еще некоторые юридические субъекты, скажем так. Поэтому бюрократии хватает. Поэтому в ближайшее время я полностью расскажу с чего, как, откуда, куда, почему, какие инстанции, как записываться. Начало-начал, естественно, идет через министерство в Нитро. Записались мы туда. В четверг в 10 часов на улице Жилевского, это ближе к аэропорту пражскому, там мы поменяем свою тервалы быдлищки. То есть прописку поменяем с Либерицкой на пражскую, потому что без этой бумажки, без этой печати в паспорт мы не сможем оформить совершенно другие документы и полностью переоформить все дальнейшие. Вот такая вот бюрократия. В общем, начало-начал. Это есть Министерство внутренних дел Чешской Республики, отдел иностранцев. Министерство в Нитро, пока мы иностранцы и не получили гражданство в Чехии, и наше все. Прикольное такое местечко. Смотрите, самое интересное, то что парк, ну, крутой, классный парк, а здесь мало людей вообще. То есть вот лавочку сел, вид прикольный, смотрите на Прагу. Романтика. Я вот помимо воскресных стримов, которые называются Чехия, как она есть, где мы в воскресенье, приблизительно в 7 вечера, собираемся, ведем прямую трансляцию и обсуждаем разные интересующие всех вопросы касательно жизни, работы в Чехии. Я хочу начать вести еще один проект, который назовем «Жизнь в Праге». Хочу познакомить вас с различными местами в Праге, потому что я только переехал, я только изучаю Прагу со всех сторон. И знаю, что вам это тоже будет интересно, поэтому будем изучать Прагу вместе. Я хочу всем вам показать, что Чехия – это не только работа, это еще и жизнь. Здесь очень интересно, здесь куча всего интересного, потому что те комментарии, тот спрос, с которым я сталкиваюсь каждый день, мне иногда кажется, что людей здесь интересует только работа, а о жизни им известно мало чего. Поэтому на моем канале подпишитесь, кстати, если вы этого еще не сделали и станьте частью семьи на этом канале. На этом канале все будет называться своими именами и будет держаться баланс между работой в Чехии и жизнью в Чехии. Как-то так. Я знаю, что будет очень много вопросов, неужели вам в Либерце не нравилось, зачем менять шило на мыло и все такое. Ребята, я уже сказал причину всего этого. Марина, как фотограф и визажист, ей реально работать в Праге лучше, потому что здесь у нее больше клиентуры. Во-вторых, мне будет проще. Многие имеют интерес тоже к Праге. Возможно, мне удастся расширить ассортимент наших вакансий за счет этого. В-третьих, я часто езжу на Мораву. Это Бернозлин, в частности, даже в Пылзень ездим, в Либерец, в Иглову, Гавличку в Брод. Разные, разные у нас вакансии есть по всей Чешской Республике. И все эти пути идут через Прагу. Поэтому переезд в Прагу мне сэкономит время, топливо и так далее. Поэтому реально посчитав дебет с кредитом и наше время, которое реально самый драгоценный ресурс в мире, это время. Потому что его можно обменять на все, что угодно. Но когда его нет или ты его используешь неправильно, это, конечно, очень тяжело. Так вот, экономля время, мы сэкономим средства. Поэтому наш переезд в Прагу очень-очень обдуманный. И считаю, что это правильное решение, потому что потому что мы счастливы. Реально мы чувствуем себя великолепно. Само сознание того, что мы в центре сердца Европы, в центре столицы Чехии, в прекрасной Праге. То, что нас ждут большие дела, новые идеи, новые возможности. Это, само собой, очень-очень придает энтузиазм по созданию чего-либо. Поэтому, однозначно, ребята, все у нас будет хорошо. Я тоже вам всем желаю, чтобы вы поскорее тоже добились своих целей поставленных, поставили какие-то планы, по которым сможете добиваться своих целей. И тогда все у нас будет реально хорошо. Все, что вас интересует, пожалуйста, напишите в комментарии. И обязательно будет вторая, третья, четвертая, часть пятая и так дальше. Все. Всех благ. Пока.